Приветище! Сегодня мы с вами поиграем в новенькую игру под названием Разыскивается енотик. Вот этот миленький енотик, который сидит и собирает так миленькую. Кубик Рубик. Хотя он, по-моему, просто его крутит в лапах. А нет, он собирает его. В общем, ладно, погнали. Сейчас я тебе расскажу, что вообще будет происходить. Дело в том, что сегодня выпуск будет необычный. Я собираюсь его отснять от начала до конца без монтажа. То есть, как есть, так есть. Ты услышишь все проблемы мои с дикцией. Ты услышишь мои какие-то ляпы. Возможно, я где-то захочу поругаться, но буду сдерживать тебя. В общем, да, иногда и такое бывает. Смотри, мой вот этот спящий енот, хотя он, по-моему, не спит, у него открытые глаза. Встаем. Давай, вставай. Вставай, суслик. Хотя ты не суслик. Да, у него реально открытые глаза. Темные глаза. Ладно, пошли. Мы двигаемся. Двигаемся в заданном направлении. Жопа у нас ленивая. Прямо двигается он. Прикольненько, конечно, двигается, но лениво. Это же енот. Нам нужно дойти до самочки. Смотри, тут есть самочка. А, нет, погоди. Для начала диалога. Это мы знаем, это мы понимаем. Это не самка, это какой-то старейшина, что ли. Тут в очках сидит чувак. Такой элитный бурсук. Почему бурсук? Енот. Давай поболтаем. Старина Джо зовут этого енота. Доброе утро, старина Джо. Сегодня необычный день. Достало время тебе стать моим преемником. А, то есть старина, это не дружеское обращение. Это типа что? Ну, это старик. Это старик-енот. Все понятно. Бери мой рюкзак и узнай, нужна ли помощь белочке. Лесные проблемы будем сейчас рисовать. Ага. Рисовая мафия. Значит, мы с тобой лесной патруль будем помогать белочкам. И не только. Вот он рюкзак. Забираем его. Ммм. По-моему, это бронежилет. Я что, в морские енотики записался? Морские котики-енотики. Хорошо. Я своей ленивой попсей, попсей, иду вон туда. 14 метров. Там белочка. Сколько енотов, ты посмотри. Это лезбище, даже не лезбище, а поляночку енотиков. Хорошо. Что так медленно иду? Можно как-то побыстрее? Пожалуйста. Кстати, нифига себе, это молодняк. Так, смотри, какой он мощный по сравнению с молодняком. Он там тоже белый ходит. Мощный. Мощный, крепкий, сёчный енотик. Говорят, что еноты очень умные и могут натворить бед со своим интеллектом. Вот она, белочка. Белочка хавает орешки, а может быть и грибочки, поэтому она такая, знаешь, это немножечко того. Ладно, давай поболтаем с ней. Белка. О, привет. Я смотрю, сегодня ты за главного. У меня есть для тебя задание. Ну, сперва возьми гриб, спня и поешь. Может, не надо, а? Она предлагает мне гриб сить. А вдруг он, это, гальцогенный? Ну, а какой гриб? Вот этот вот или вот этот вот? Отойди ты, мои грибы! Он дошёл! Еноты не любят делиться едой. Увидел, так всё моё. Ладно, берём гриб спня. Отлично. Плюс 10 чего-то нам дали. Используйте клавиши 1, 2, 3 для выбора нужной ячейки. На панель быстрого доступа, чтобы использовать выбранный предмет. Удерживайте на... Когда енот есть, его силы восстанавливаются. Понятно. Всё, я понял. Так, значит. Вон у нас лапа. Мы нажимаем левую кнопку... Оу! Это я правую жму. Левую кнопку мыши, и мы едим гриб. Похоже на печенюшку, если честно. Безобидная печенюшка. И сейчас как нас вставит от этих грибов? Отлично. Теперь ты сыт. Помоги мне собрать еду для наших друзей. Для каких именно? Какую еду-то собрать? Грибы? Большие грибы? Тебе что, вот этого поняня не хватает, что ли? Ну ладно, пошли. Спринт. Наконец-то он у нас появился. Мы можем быстро передвигаться по поляночке. О! А может быть, тут яблоки есть? Может, яблоко свистнуть? М-м-м-м-м. Ну, хорошо. Насчёт яблок мы подумаем чуть позже. Здесь есть отличные грибочки. Нажмите левый контрол, чтобы красться. О! Стелс. Ништяк. Мушрум. То есть грибочки. Собираем. Ну всё, я покрался. Убирайте вот эту вот надпись справа-слева. Да, я право-лево иногда путаю. Уберите эту надпись слева. Вот. Всё. Пойдём подкрадёмся. Не знаю, к еноту вот этому. Можно его шугануть как-то? Не, я думаю, что нельзя. Если бы я мог использовать лапы как-то, ну знаешь, покорябать его или почесать спинку ему, то возможно. Что тут такое? Это ж крот! Здорово, крот. Какой он забавный. Привет, сегодня ты помогаешь со сбором еды? Ну, типа да. Возьми несколько камней, чтобы избить яблоки. О, наконец-то! Наконец-то и до яблок. Дошла очередь. Без проблем. Хватаем камень. Пару штук. Фига себе, смотри, он на стойку какую встаёт. На две лапы встаёт и кидает камни. Чтобы бросить камень в яблоко, удерживайте. Угу, сейчас попробуем. Попробуем вот так вот. Есть попадание? О, забавно. Это, получается, яблоки я собираю для крота. Если грибы для белки, то крот оказался более-менее интеллигентный. И он употребляет просто яблоки. А белки-то они все отбитые. Так, значит, ещё нужно пару камней взять. Вот этот возьму, пожалуй. И сбить яблоки. Единственное, я не понимаю, почему яблок у меня нет в инвентаре. Только камни. Видимо, сразу кроту сбагриваю яблоки. Всё. Третье яблоко. Хватай его. Принесите еду белки. А, всё белки нести. А я думал кротику отдать яблочки. Ну ладно. Пошли к белке. Белище. Белое белище. Грибная маньячка. Я тащу тебе и яблоки, и грибы. Держи. Спасибо, что помог собрать еду. Ого. У тебя там пир на весь мир. На всю поляну. Голубь уже должен был вернуться с облёта. Узнаю у него, всё ли в порядке в лесу. Так. Голубь. Голубь. Я точно какой-то знаешь это? Как в лесной братве. Лесной МЧСник. Как это? Ну да. Лесная братва. Всем помогу. Всем халпану. Голубь сидит на камне. Сейчас до него добегу. И спрошу, что там? Как там? С облётом-то? Чтобы прыгнуть. Не вопрос. Сейчас будем прыгать. Моя миленькая, мохнатенькая тушечка пухленькая будет прыгать по горочкам. По камушкам. Голубь, здорово. Такой маленький. Мне кажется, что если енот возьмёт его в руки, он его удушит. Курлык, курлык. Хорошо, хорошо, что ты пришёл. У меня тревожные новости. На краю леса происходит что-то странное. Думаю, вам с Джеком... С Джеком? Серьёзно? Стоит на это взглянуть. Интересно, и кто же такой Джек? Это белка? Да. Джек это... А, нет. Подожди, это не белка. Сообщить Джеку о событиях на краю леса. Ну, пойдём посмотрим, кто такой Джек. Червяк, что ли? А, Джек это другой енот. Причём он такой тёмненький. Раскрас у него прикольный. Джек, здорово. О, тебе доверили рюкзак. Хм, голубь увидел что-то странное. На краю леса, говоришь? Ну, пошли проверим, что же там он увидел. Let's go. Плюс 10 к опыту, видимо, далее. Мы бежим с Джеком проверять наши лесные полянки. Бежим какими-то обходными путями. Причём у него спринтуха покруче, чем у меня. Он отстаёт. Смотри, 5 метров. Сейчас будет 6 метров, наверное. Дождь ещё пошёл. Погода вообще не к чёрту. Вон, смотри, уже 6 метров. Может, он как-то бежит по-другому? Не знаю. Ого, а чё это там? Там люди? Там люди чё-то делают. Смотри, я вижу там экскаватор. Смотри, там кто-то едет. Ага, я вижу. Ты видел? Там чувак просто ехал как будто на невидимой тачке. Ничего себе, ничего себе. Тут техники-то понаехало. Они направляются к нашему дому. Скорее, сюда. Ну, бежим. Бежим скорее. И дождь-то какой начался. Ураган просто капец. Опять плюс 10 чего-то дали. Чего вы мне там плюсуете? Скажите мне. Плюс 10 к моему весу, что ли? Или что? Я почему-то стал тяжелее бегать. Или мне кажется? Я бегу за тобой. За мохнатым хвостовым. Песенка ни о чём. Я бы сейчас вырезал эту песенку, но... Сегодня всё в прямом эфире, как говорится. Что ты слышишь, то так и будет. Всё, тачки остановились. Полицаи откуда-то появились. И они гоняют енотов. Ты посмотри, а там белки... А, нет, там грибы были. Полицаи гоняет енотов. Вот и белочка бежит. Неужели её поймают? Белка, беги! Всё. Все спасены, вроде бы все разбежались. Но это наша поляна вообще-то. Что за дела? Детекшн-индикатор. Что это за детекшн-индикатор? Присесть? Или наблюда... А, подожди. Может камень в него зарядить? Короче, детекшн-индикатор... Вот, видишь, у него треугольнички над башкой. Если он будет желтеть и краснеть, то это значит, что он меня запалит. Я хочу просто кинуть в него камень. Чтобы он не следил за белкой. Прямо в черепуху ему закинуть вот так вот. Опа! Наспалили! Валим! Валим, Джек! Музыка такая, когда он меня спалил, прикольная была. Так, а Джек что-то? Нифига себе, он меня с ноги пинает! Ты посмотри, как он это делает! У него растяжка шикарная! По-моему, это... Как их называют там? Господи, гимнаст! Гимнаст, точно! А Джек такой смотрит, как меня тут пенают. Джек, ты бы помог, укусил бы его! Вот, что за дела? Ладно, я своей жирненькой задницей побегу куда-нибудь. За тачку, может быть, спрячусь. Было бы неплохо, на самом деле, оглушить этого полицейского. Но это ж какой должен быть камень, чтобы я его оглушил, да? Вот, видишь? Я уже начинаю думать, как енот. На самом деле, они очень умные животные, поэтому... Я даже буду считать, что у енотов интеллект практически схож с человеческим. Ну ладно, с 10-летним ребенком, вот так вот. Да нет, с 5-летним, вот с 5-летним ребенком, хорошо так вот где-то. Все, мы убежали от копа, это очень круто. Этот индикатор говорит вам... А этот индикатор над головой показывает уровень анкси... Сиети... Ну, типа, как-то перевести-то про дна. Ну, типа, когда тебя обнаружили, то этот индикатор будет показывать угрозу обнаружения. Вот, так правильно. Типа, если красный, то тебя обнаружили. Что мы уже в курсе? Мы это проверили. Заберу грибы, яблоки. Че, че они тут лежат? Че, зря, что ли, принес их сюда? А, не могу, прикинь. Печально. Камень, кстати, я выкинул, и больше у меня его нет. Че нужно делать-то? Джек там сидит тихоря и сидит, ему ничего никто не делает, и там значок горит, типа, восклицательный. К Джеку подойди. Джек, че мутим-то? Скажи мне. А, поговори с ним, господи. Похоже, у нас отняли наш дом. Я отвлеку людей, а ты освободи наших друзей. Поймали все-таки енотика. Блин, Джек, ну где ты был, когда я гонял полицейских вокруг всей этой поляны? Освободил бы их уже давно, нет? Мне освобождать. Непорядок. Все, Джек пошел на дело. Он сейчас будет отвлекать полицаев. Каким методом, не знаю. Прям дико интересно. Ага, вон смотри, полицейский пошел за ним. Или с каким это макаром? Как же он его отвлек? Я даже не видел, чтобы он мелкий камень кинул. Так, я бегу. Я бегу, бегу, бегу. Ребята, я пришел за вами. Освобождаем вас. Один готов. Двух еноток еще надо освободить. Теперь последний енот остался. Пухляш какой, смотри. И тебя тоже освободим, дуган. Спасибо, что спас меня. Давай скорее убираться отсюда. Говорит нам старина Джо. Бегу за Джо. Ааа, нифига себе. Только не в меня, только не в меня. Пожалуйста. Старина Джо. Старина Джо. Блин. Прям в пятую точку ему бонтили. Это дротик снотворного. Блин. Ааа, и меня тоже бахнули. Ну ладно. Я просто затормозил. Надо было бежать. Завершено. Полянка. Задание получено. Сновидение. Где это я? Где это я очутился? Похоже, что я сплю. Ммм, прикольный сон. Есть рюкзак. Мой же рюкзак. Забираем его. И что тут? А, веревка. Веревку взял. И вот эту штуку можно взять. Взять веревки. Две штуки. Ааа, это вязанка веревок. Все понятно. Я думал, я вот эту катушку с веревками заберу. Типа, знаешь, на своем горбу потащу. Что здесь у нас камни? Забираем камушки. Все. А, нет, больше надо. Вот так вот. Теперь я могу открыть свой рюкзак. Полицейский. Стой, 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 стой. Блин, блинский. Блинский. Капец, я притворю, что я камень. Просто лежачий такой серый камень. Заходим, значит, в инвентарь и смотрим. Угу. Куча камней, куча веревок. И что? Ой, простите. Я думал, что можно сделать, знаешь, это вязанку. Ну, привязать веревку. Точнее, камень привязать к веревке. И такую штуку, которую можно кидать, метать. Было бы прикольно, на самом-то деле. Значит, нам говорят, бери камень, типа, и давай. Дерзай. Метай. Сейчас попробуем кинуть. О, он огружился. Круто. Пойдем у него ружье стырим. Ружбайка, ружбайка. Еще бы наручники стырить и заковать его в наручники. Все, ружье мы у него отбираем. Круто. А, я его связал. Я думал, я у него ружье отберу. Подожди, это я веревку... Точно, это я веревку заюзал. Ну, здорово. Прикинь, енот. Просто это вообще ржак. Енот взял и поработил полицейского. Вооруженного причем. Ну, как поработил, просто связал его. Еще один камушек. Вылетает в черепушечку вот этому бездельнику. Так, здорово. Ну, это, видишь, это сон. В реальной жизни все бы могло быть не так. Но это круто, что животное может так делать с людьми. Сейчас он его развяжет. Нужно ему помешать. Сейчас что-нибудь придумаем. Кинем еще один камень. У оглушенного или связанного противника индикатор над головой указывает на то, через сколько он вернется в строй. Понял? Опа! Не дам тебе расстегнуть ему руки. Я проснулся. Я в клетке. Может, меня кто спасет? Не-а. Никто не спасет. Похоже, я снова сплю. В кустах и высокой траве вы становитесь незаметны для противников. Но они по-прежнему могут вас слышать, когда вы быстро передвигаетесь. Хорошо, это я выяснил. Куда мы идем? Вон туда. Если значок глаза перечеркнут, вы находитесь в укрытии. Вас не видно. А если, соответственно, он не перечеркнут, то нас, соответственно, палят. Тоже логично. Обойти остановку через кусты. Это я сделал. И тут коробка. Что в коробке? Картонная коробка. Вы можете использовать картонную коробку как передвижное укрытие. Смотри, я проделал там дырку. И, походу, дырки для лапок тоже проделал. Смотри, следы такие остаются забавно. И что? Если вы будете перемещаться в коробке, вас могут заметить. Важно. Пока вы находитесь в коробке, вы не можете взаимодействовать с окружением. Угу. Ой. Что, нас заметили, что ли? Они куда-то пошли. Только не подходи к коробке. А то я кусну тебя за палец. Угу. Он встал на остановку. И что? И, собственно, ничего. Чтобы покинуть укрытие, нажмите... Опа. Кажется, у нас тетка может запалить. Короче, надо смотреть на индикаторы. Почему тетка-то краснеет? У нее вроде индикатор над башкой, он... Не загорается. Типа, что меня могут запалить. И тут тоже вроде ничего не загорается. Я вообще как надо укрыт. На коробке написано no handling. Типа, не трогать. Все, тихо, тихо. Я стою. Я стою. Чуть не запалился. Еще чуть-чуть. И я перебегу дорогу. Но это своего рода обучение во сне. Я стою. Эта коробка здесь была. Дома отвернить. Я исчезну. И ты не вспомнишь о том, что тут была коробка. Прекрасно, леди. Вы просто сделали сегодняшний день. Перейти в коробку через дорогу. Это выполнено. Че, вылазим с коробки. И теперь забираемся в мусорку. О, это чисто енотская тема. Они обожают просто мусорки. Они их очень любят. Нас палят, нас палят. Но я успел залезть в мусорку. А ты кто? А, это чувак отлавливает животных. Я видел, что в фургоне у него была клетка. Что, ты пошел знакомиться? С этой леди красной. Красная леди. Пропустить. Что пропускать? Нет, я не буду пропускать. Может, я что-то тут важный какой-то диалог. Типа, привет, привет. Давай познакомимся сегодня вечером. Встретимся за кусочком пиццы. Нет? Видимо, пропускаем. Хорошо. Значит, я вылазью с контейнера мусорного. И бегу быстренько на своих четырех лапах. Сюда. Меня никто не палит там. Сюда. Тут еноты. Еноты есть? Обыскать фургон. Даже не дали обыскать. О, я снова в клетке. И сейчас снова вырублюсь, походу. Подожди. Чтобы использовать. Давай используем. А. Просто. Покинуть укрытие или не покинуть. Ну, я хотел покинуть. Но, видишь, это считается как укрытие. В общем. Заскриптовали все. Не дали мне сбежать. Тачка врезалась. Смотри. Типа, нет енотов на тачке. Отлов енотов. Ясно. Еще рюкзак один мой. И скейт. Берем скейт. И я могу кататься на скейте, если нажму кнопочку X. О, здорово. Как мне... Ё-моё. Для перемещения... Используйте пробел, чтобы спрыгнуть. Или прыгнуть. Ну, круто. Круто. Есть транспорт. И это классно. Доехать до контрольной точки. Это я сделал. Интересно, тут будут гонки енотиков. Знаешь, четыре енота, которые на скейтах рассекают по парку. Где люди ходят. Через ноги проезжают. О, это будет кошерно. Интересно. Доехать до контрольной точки. Еще одной. Так, хорошо. Ну, короче, мы сейчас осваиваем енотскую жизнь. Стой, 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 стой. Слезаем. Слезаем. Берем огнетушитель. А-а-а. Я сейчас огнетушитель буду использовать как нитро. Смотри-ка. Поехали. Ё-го. Итак, врубаем огнетушитель и катимся на всей скорости, на всей мощи. Шикарно. Ой, тачка, тачка, тачка. Тихо, 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 тихо. Чуть не раздавила, а. Там, по-любому, тетка за рулем была. Используем вот эту штуку. Блин. Мимо, мимо. Мимо. И нас чуть не запалили. Чуть не запалили. Так, попыточка номер ту. Дубль ту. Сейчас я вот возьму разгончик. Главное, чтобы меня не скинуло. Всё, едем. Ё-п. Блин, я застрял в тачке. Ё-моё, ну как быть-то? Да что ж такое-то? Блинский. Блин, ну как вылезать-то? Ладно, походу, дальше на своих двух пойду. Можно его забрать? Скейтик, скейтик, скейтик. Я хочу тебя забрать. Нет, его забрать никак. А если я открою рюкзак? Нет, там тоже никак. Ладно, хорошо. Дальше добегу на своих двух. Надеюсь. Всё прокатит. Так. Блин. Чё-то друганы там разыгрались, а? Надо было отключить эти уведомления всплывающие. Тупанул. Замажем. Не страшно. Замажем. И в следующий раз отключу. Чтобы не палить другану. Так, значит. Я почти добежал. Правда, не на скейте. Немножечко смухлевал. Очень-очень-очень-очень-очень. Есть. Доехать до контрольной точки. Я добежал. Я просрал свой скейтборд. Случайно. Блин, ну там столько, смотри, трюков. Там он тоже ещё... Забыл. Забыл, как они называются. Ну, эти трубы. Трубы. Это ж труба, правильно. В трубы можно было на скейте заехать. А, как я так и посрался-то вообще. Можно вызвать ещё один скейт? Нет. А взять в руки огнетушитель. Ну-ка. О! О! Прокатило! Фига себе. Заезжаем сюда. Ну, ништяк. Надо было раньше так сделать. Чё, всё? Под конец достал скейт. О! Нас тащат в приют. И кажется, мы отсюда будем сейчас сбегать. Енотский побег устроим. Мне сон снова синится. Похоже, что не все люди настроены агрессивно по отношению ко мне. Это радует. Это радует. Перебежим сейчас, как положено, по пешеходнику. И попробуем пробраться к чему. Тут какой-то чемоданчик. Для взаимодействия с некоторыми элементами окружения необходимы дополнительные предметы. Например, для использования пожарного гидранта необходима разводной ключ. Поднимите разводной ключ и откройте пожарный гидрант. Ну, видишь, это интеллект и енота. Они могут пользоваться своими ручищами, как подобает. Так, я чё-то взял... Я почему-то пончик взял. Зачем я пончик взял? Ну, давай пончик съедим, ладно. Бери пончик. Хава его. Почему-то пончик выглядит, как грибочек, да? У грибок именно так выглядел, как печенька. Хватаем разводной ключ. Хотя я взял верёвку. И попробуем сейчас гидрант открыть. Тихо, нас никто не палит. Это хорошо. Открываем гидрант. И обольём полицейских. Так, да, 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 да. Всё, теперь я спокойненько могу залезть в полицейский участок, я так полагаю. Ну-ка. Здрасьте. Вы можете разливать жидкости, чтобы создавать лужи из скользкой поверхности, на которых ваши противники могут подскользнуться. Ну, давай попробуем. Лужу дай мне. Вот так вот. Здорово. Падение предметов создаёт шум. Вы можете это использовать, чтобы отвлекать противников или заманить их в ловушку. А как мне скинуть? А, ну вот телек я могу скинуть. Бадыш, он идёт, идёт, видит меня и... Ты подскользнуться должен был. Чудила. Чёрт. О, он подскользнул. Круто, он подскользнулся и мы его связываем. Давай, связывай. У тебя есть верёвка. Давай, 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 давай. Он что-то там делает, но я понят... Он руки чешет. Ты должен его связать. Чук-чук-ча. Я, походу, с ним... Ай, ай, ай. Блин, это он меня поймал. Как в GTA, бастер. Как в GTA этот звук... Ну ладно, давай ещё раз. Я верёвку, короче, просто не достал с инвентаря. Ну, ничего страшного. Блин, а ведь эта игруха реально напоминает GTA. Когда они пытались там в банк залезть. Ты помнишь? Ты помнишь это? Разводной ключ у меня что? Вот он. Сюда. Верёвку давай сюда. Пойдём сейчас. А полицейский-то где? Я что-то не понял. А полицейский-то что-то и не вышел. Стоп, 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 стоп. В кустике. Чуть женщина нас не спалила. Не страшно. Не страшно. Мой пухленький... Да как? О! Ужас какой! Женщина! Прекратите. Надо было её всё-таки облить водой. Всё, за мной два человека уже бежит. Может тут чёрный ход есть? Я через чёрный ход зайду. Бегу, бегу, бегу. Сбрасываем калории. Скоро я похудею. И буду стройным мощным енотиком. Нифигаси ты скоростная. В смысле? А, в меня дротик, смотри, в жопец. Вон дротик улетел. Ну, зато я знаю, что эту тётку надо вредную полить водой. А иначе мы огребём проблем. Я думал, что она нормальная, что на меня только полицаи охотятся. А оказывается, вообще все люди. Ужас какой! Как страшно жить енотом в нашем мире. Всё, тётку оглушили. Идём внутрь. Верёвка у меня, если чё, есть. Сейчас, подшаманим. Всё подшаманим и сделаем по красоте, по-генотски. Вот так вот. Налили воды. Роняем телевизор. И... А ему пофиг, смотри. Где бы камень раздобить? Может, ему разводным ключом зарядить? Взял какой-то пакет. Что за пакет? Не знаю, что это такое. Можно это кинуть как-то? Подожди, давай на пятёрку возьмём. О, можно кинуть вроде. На, лови! Я его оглушил. Хе-хе-хе. Здорово, оглушил его. Берём верёвку и связываем нафиг. Давай-давай-давай-давай. Есть! Преклони передо мной колени. Засранец. Открыть дверь. Закрыто. Никак. Есть огнетушитель, его можно свистнуть. Что я сейчас и сделаю благополучно. Нет, не свистну. Никак. Заперто. Верёвку ещё одну. Тут причём какая-то необычная верёвка. Растяжка, что ли? Подожди, нажми левый контрол, чтобы видеть людей. Ага, вот я вижу. Возьми теперь эту растяжку и вставите её сюда. Сюда. Я так полагаю... Нет, именно сюда надо, да? Как её поставить? Подожди. Левый кноп... А, всё, понятно. Так. И теперь сюда. Всё? Гуд? Нет, не гуд. Чё-то как-то не так. Ну вот, типа я сделал и что? Закрыто. Надо пошуметь, что ли, как-то или... Так, выйдис остался. Чё делать-то? А, уронить вазу. Всё, сейчас, сейчас я уроню. Вот он выходит и падает прямо на меня. А верёвочка есть? Верёвочки нет. Валим, валим сюда. Чёрт, я ползу. Как мне выйти из Телса? Я не хочу ползти. Он вообще скоб проснётся, он нам жопу надерёт. Закрываем дверь на всякие пожарные. Проснуться. А, всё, я проснулся. Это я был в клетке-то, прикинь? Это астральное моё тело ходило, бродило вокруг приюта. Ну чё? Какой наш план? Чтобы покинуть укрытие. Ну всё, я вышел. Я вышел с укрытия. Здорово. Прекрасно. Ты менеджер from the cage. Ну, короче, ты учишься. Красавчик. Почему на английском? Ну почему русский не сделал? Мне так лень переводить. Вот серьёзно. Вот чё он там болтает? Возьми рюкзак и валья отсюда. Хорошо. Сейчас возьму рюкзак. Вот он, рюкзак. О, отмычка. Серьёзно? Мы можем орудовать отмычкой? А у меня есть отмычка, разве? Ну, давай попробуем. А мне даже отмычка не нужна. А я когтём буду ковырять себе скважину замочную. Хотя я где-то скрепку достал. Ладно. Вот. Знакомая система. Где ж я такую видел? В The Elder Scrolls? В Скайриме? Или где? Не могу вспомнить. Хорошо. Ой. Случайно залез в мусорку. Причём вовремя. Спалили, что мы сбежали? Ага, он сел за комп. В КС-очку, наверное, нарубает. Или в Доту. Кстати, напиши в комментариях, что сейчас вообще популярнее. Дота или КС-очка? Закрыли полицая. Чтобы он не тревожился. А сюда можно войти? Вот сюда. А тут электрощиток какой-то. Клоузет. Закрыто. Ну я же умею открывать замки. Я же знатный отпиратель замков. Походу никак. Это только во сне было. Камеры наблюдения. Нужно их остерегаться. А, чтобы их отключить, мне нужно зайти, соответственно, в комнату электроснабжения. Я же туда хотел. Кстати, я могу спрятаться также в кустик. Но это мы тоже знаем. Горшок с кустом. С кустом. Я спрятался. И мы ждем, когда выйдет электрощитовой полицейский. Я думал, там будет обычный сотрудник, который занимается электричеством. Но нет, там полицейский. Они повсюду просто. Капец. Все, теперь дверь открыта, и мы можем туда проникнуть. Но надо остерегаться камер. Ну, слава богу, что там камер нет. Точнее, там не остерегаться камер, а теперь мы можем отключить камеры. Вот что там было написано. Хорошо. Не вопрос. Не вопрос. Вот она, эта штучка моя. Прелесть мне. Сейчас я тебя отрублю. Давай. Опа. Опа. Все. Отлично. Я это сделал. Никаких проблем. Теперь камеры отключены. Мы можем отсюда... Сперва мне нужно найти ловушку-растяжку. В смысле, она тут есть? Вот она лежит. Смотри. Вот, я забрал ловушку-растяжку. Больше я ничего тут свистнуть не могу, вроде бы. Вроде бы нет. Ну и шикарно. Пошли. Пошли. Будем разматывать полицаев. Так, один сидит вон там. Есть коробка, кстати. Я растяжку здесь не буду сейчас использовать. Я воспользуюсь коробкой. Я вот так вот встелся. До коробочки сейчас снова охранник. Но он вон там, за дверьми. А я хочу воспользоваться коробкой. Мне нужно найти способ пройти именно... А, мимо него незаметным. Ну, коробка как бы. Что бы нет. К тому же, видишь, полицай сидит за стойкой, и он даже не видит, что у него под ногами. Черт. Кто-то хочет выйти. Все, мы... Мы тихонечко лежим, не двигаемся. Угу. Шикарно. Все, двигаемся дальше. Пошли. Что, мы в кафетерий или куда мы направляемся-то? Почему нас в кафетерий ведут? Я рать не хочу. Я хочу свалить отсюда. И восстановить здоровье. Камеры отключены. Это хорошо. Так, так, так. Вылазим с коробочки. Оп, 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 оп. Заходим сюда. Ага, чудно. Так, растяжку на всякий поставить здесь нет, как думаешь? Ммм, не знаю. Где полицейский ходит? Он только сидит. Я могу взять подушку, могу взять пончики. Так, выйди из режима стелс. Пожалуйста, выйди. Выйди с режима стелс. Как мне выйти с режима стелс? Ой. Там еще коп появился. Ну да ладно. Короче, есть какие-то проблемы? О, у меня дневник даже есть. Круто. Есть проблемы со стелсом. Войти в него я могу, а выйти не могу. Возьми еду. Я взял еду. Может пожрать и все пройдет? Финальная еда. Подушку могу свистнуть. Да господи, как мне выйти из стелса? Пожалуйста, енотик. Енотик, ну выйди из стелса. Я уже все кнопки пережал. Может у меня русская раскладка врубилась? Я не знаю. Рюкзак. Сейчас нафиг Alt F4 или перезагрузка компа вот точно спасет. Я даже не могу залезть и подушку свистнуть. Хотя нет, вот могу. Свистнул подушку. Я знаю, что меня спасет. Надо залезть в урну. Надо залезть в урну. Мусорную урну. Там, кстати, смотри, кто-то хавал этот. Ах, как мне тоже захотелось. Арбуз. Так, я в урне. Вылазь из урны. И все равно он остался. Ну что ты будешь делать? Ну что ты будешь... А, нет, вроде бы все ок, но что-то какие-то проблемы. Что-то... Блин, я опять в стелс вошел. Дверь использовать. Что я тут найду? Ничего, пойдем опять в урну залезем. Да, игруха еще не доработана. Но вообще она в раннем доступе, поэтому глюки неизбежны. Но она интересная, не интересная. Прям любопытно, что будет дальше. Так. Все, прыгать я могу. Открыть. Я все могу. Ой-ой, прижало, пожалуйста. Не надо меня прижимать. Залезем сюда. Могу свистнуть арбуз? Нет, ничего свистнуть не могу. Ну и жалко. Просто похищаем пончики и едим. Едим. Багет тоже могу свистнуть. А, нет, это не багет, это... Ай! Фигово, когда тебя прижимают чем-то. Просто кушаем. Давай, ешь, ешь. Красавчик. Водяной кулер. Он же далеко. Так, все, я отъелся. Что за прекрасная еда. Сейчас я отъелся. Теперь нам нужно двигаться дальше. Все, пучком. Я не видим. Идем. Опа. Это кабинет большого босса. Нам нужно туда попасть и найти чего-то там. Что нам там нужно найти? А, чтобы туда попасть, нужно найти ключ. Окей. В туалет можно заскочить, да? Он же открыт. О, как у них тут цивильненько. Индивидуальный туалет. Не общественный прям такой уж. Заперто. Вот почему полицей меня не слышит, не видит? Я тут ручки дверей дергаю. Опа. Это комната охранников. Я думаю, что нужно посмотреть через дверную скважину. Возможно, эти люди что-то... Я использую чего-то там, чтобы войти. А, понятно. Я использую вот эту штуку. Растяжку, в смысле, чтобы туда зайти. И уроню телевизор. Угу. Я понял. Сейчас мы это сделаем. Опа. Роняйся, телек. Телек роняется. Полицей выходит. И падает просто на карачки. О, нифига себе у него там прикольно. Наблюдательный пункт такой классный. Запрыгиваем сюда. Тут ключи. Мы схватили ключи. Может, кофе еще свиснуть? Ой, кофе пролил случайно. Пончики, конечно. Все пончики нафиг. Все, валим. В шкафчики можно заглянуть? Оружия нет. Свиснуть ничего нельзя. Ботинки. Ботинки не стырить. Все, бежим отсюда скорее. Можно эту штуку забрать? Она нам пригодится, возможно, еще. Все. Ништяк. Капец. Еноту делают полицейский участок. Ну, как так? Что за полицейские? Пошли. Открываем дверь. Все, мы внутри кабинета. Биг босса. Сюда точно никто не сунется. Без стука. А прикинь, полицей заходит. Я тут на кресле сижу такой, в ноутбуке втыкаю. Он говорит, босс, что с вами? Вы превратились в енот? Я говорю, да. Теперь я издаю новый указ. Не ловить енотов. Дело номер какой-то совершенной секретности, государственной важности, документы. Давай откроем, посмотрим. Может быть, это дело на меня было? Все, я свистнул дело. Теперь нам нужно отсюда бежать, по всей видимости. Куда? А, на кресло сесть. Офисное кресло, хорошо, я сажусь в кресло. А что я с ним сделал? А, я его сломал. Я сломал кресло. Теперь мне нужно отсюда бежать. Бежим. Иначе меня биг босс сломает. Давай только покушаем. Восстановим силы. Давай, 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 давай. Быстрее кушай, быстрее. Все, четко. Чего? Фудстеп. А, мы слышим шаги. Куда-то прятаться нужно. В урну, в урну, в урну, в урну. Фух, успел. Отлично, я спрятался. А вот он и биг босс. Обычный полицейский. Сейчас сядет на кресло и... Хлебыш разложился. Хе-хе, вот это я ему подставно мутил. Блин, я в сейф забыл залезть. Может быть, я в сейф могу залезть? Подожди. Давай до сейфа дойдем. До сейфа дойдем. Так. Дверь заблокирована. Блин, ну может быть, у него ключ где-то есть в кармане? Но я не могу его обыскать почему-то. А здесь заблокировано. Подожди, а есть вероятность, что ключ где-нибудь здесь лежит? Точно. Главное, чтобы полицейский не очухался. Так, тут нету. Да не ту закрыл. Тут тоже нету. Здесь тоже нету. В последней? Не, нету. В столе, в столе. Конечно же, в столе. В столе, в столе, в столе. Есть тут? Нету, нифига. В шкафу? Да капец, когда ты низкий, как неудобно вообще все. Блин, ну я хочу заглянуть в сейф. Ну там же явно 10 бар. Есть что-нибудь цель. Ой. Есть что-нибудь ценное. Так, так. Какой же я енот, если я не взломаю этот сейф? Может быть, на столе я что-то не заметил? Чего ногой дергаешь? Успокойся, все в порядке. Книжки. Так, взять ничего нельзя. Блин. Все понятно. Я все обыскал. К сожалению, мое еноте чутье подвело меня. Ключей я не нашел. Просто валим отсюда. Придется бросить сейф. И обязательно сюда вернусь с друганами. Так, спокойно. Тут ресепшн. И там за столом что-то есть. Но сперва нужно оседлать администратор. Нужно разобраться с администратором. Есть, короче, кофе. И мы сейчас будем с ним что-то думать. О! Тут даже постер со мной есть. Можно его собрать? Постер. Какой прекрасный. Классный. Один из трех постеров. Забираем кофе. Он у нас в рюкзаке. Я могу выпить кофе вообще? Ну, я попробую выпить кофе. Нет, кофе я не пью. Это очень вредно для енотиков, животников. Животников, енотиков. Ой. Как меня напрягает, когда меня тут дверью так откидывает. Так, хорошо. Я бегу, пока меня никто не палит. Мне нужно, короче, оглушить администратора и найти какой-то деск. Деск, 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 деск. Что такое деск? Данные? Или кнопку какую-то, что там? Так, чашкой. Мы кидаем ей в голову чашку. А есть я ее оглушил. Что там? Что за деск? Деск это файлы? Документы? Да, документы, точно. Дело, еще одно дело мое. Черт, кто-то идет опять. Это босс проснулся. Он выходит на улицу. А, он сядет в тачку сейчас. И мне нужно следовать за ним. Хорошо, пончики только свистну. И кофе еще возьму, если... Скейт. Скейт. Можно его забрать? Ну, пожалуйста, это же мой скейт. Мой скейт. Так, ну и поза, конечно, у вас, мадам. Вы же все-таки администратор. Все, я бегу. Я бегу. Скорее копу, 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 копу. Подожди, а постер? Я всего один из трех постеров нашел. Может быть, коп меня подождет? Я проверю тут остальные комнаты. Заблокирован. Черт. Или постер надо собрать на протяжении всей игры. Но три постера для всей игры это маловато будет, конечно. Так, здесь, короче, уколы делают для... Ого, арбалет какой. Здесь уколы делают и оперируют, видимо, животных. Постеров я здесь не вижу. Заблокировано. Черт. Ладно. Фиг с ними, с постерами. Если что, вернемся сюда. Я запомню дорогу обязательно. В туалете мы были. Оттуда мы пришли. Там мы тоже были. Все, идем. Идем. Надо залезть в пикап. И покинуть питомник. Окей. Залазим. Все, я в пикап. Я в пикап. Я свалил с полицейского участка. Я... Я сбежал оттуда. Ништяк. Задание новое. Поездочка. Подожди. А можно выпрыгнуть? Там вон гараж есть. Там что-то интересное было. Блин. Надо было тут пошариться по райончику-то, а? А город-то большой, слушай. 80 метров до полянки. Скорее всего, мы на полянку едем. Потому что машина отлова. И я думаю, что они едут на полянку отлавливать еще новых питомцев. Написано город енотов. Подождите. Куда мы так далеко? Я надеюсь, что все-таки на полянку. О, мусорный. Мусорный грузовик. А я знаю, что еноты обозают просто. Обожают лазить по мусоркам. В поисках еды. Ну, как бы они не обожают. Просто им хочется кушать, поэтому они в мусорках ковыряются. Не понял. А что мы так медленно едем? Я боюсь, что меня запалят. Город очень большой. И я так полагаю, что мы тут можем бегать. Все. Да, мы по этому городу будем перемещать 100%. Блин, ворота закрылись. Мы заехали на частный участок. Во, вот это огромный домище. Так, this is boss. Этот босс пошел в дом. Добывать информацию о семейной что-то там трагедии. Что, не трагедия, а что-то семья пожаловалась. Короче, он пошел семью расспрашивать. Вот, о чем-то там. Покинуть укрытие. Цель достигнута. Поехать с боссом. Поездка завершена. Задание получено. Big Boss in house. То есть, надо следовать за Big Boss в дом. Ну, окей, пошли. Пошли, зайдем. Закрыто. Тебе нужно найти другой вход. Дети. Возможно, они помогут тебе пробраться в дом. Но дети вообще любят всякую животинку маленькую. А что там? Они прыгают, скорее всего, мяч хотят достать, да? Вон, я мяч вижу баскетбольный. Они пытаются достать. А если я им помогу, ребята? Да. Ребята вообще не агрессивны, на самом деле. Хотя вот этот пацан очень злой. Очень меня пугает. Прям капец. Кстати, я играю за енота почему-то от первого лица, что не очень мне, конечно, нравится. И я бы сейчас еще похавал, потому что у меня проблемы со здоровьем. А я могу как-то... Ааа, я вид могу менять. Господи, да мне сейчас только дошло. Почему мне об этом раньше не сказали? Вон оно что. Все, я снова... У меня от первого лица. Это очень здорово. Так, берем, значит, камень. Пацан, ты кривожопый. Даже енот сможет попасть под такому жирному мячу. Смотри и учись. Можно, конечно, кружкой кофе зарядить, но я думаю, что мы этого делать не будем. Так. Все, готово. Пуляем. А, это не так-то просто, слушай. Извини за рукожопу. Я думал, что я справлюсь. Но походу нет. Походу нет. Пять камней достал. Давай еще раз пробую. Походу мне надо на дерево залезть, да? Так, пойду попробую залезть на дерево. Может... У меня же коготочки есть. Ага, обломись. На дерево ты не залезешь. Так. Может быть, ребенок. Поговори с ребенком. О, смотрите, енот. Привет. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Скорее всего, это енот разговаривает с ребенком. Помоги мне достать мяч. Он застрял на дереве. Не вопрос. Я хотел, конечно, камнишками его скинуть. Сбросить, точнее, мячик. Но что-то не получалось. Потому что он был заскриптован, пока я не поболтал с тобой. А сейчас он раскриптовался, потому что я поболтал с тобой. И, скорее всего, он скинется. О, видал? Отлично. Спасибо, что сбросил мяч. И он укатился в речку. Точнее, не в речку, а в пруд. Ребята, сейчас я достану. Не паникуйте. Не марайте свои ручки. Не мочите свои ручки. Все, мячик у меня. Надеюсь, что они меня благодарят и пустят в дом. А иначе... Какого лешего я старался и помогал людям? Они меня же обижают. Хотя дети милы. Почему ты застрял в асфальте, в бетоне, в дорожке? Почему твои ноги внутри бетона? Тебя заасфальтировали родители, что ли, или что? Держи свой мяч. О, круто. Спасибо тебе. Большое спасибо. Чего? Что ж, я предлагаю тебе войти. Возможно, ты... Февер ферст. Что-то февер... Впервые. Ты будешь впервые дома, может быть, или что? У нас есть, короче, работники по дому. Садовники, скейтбордс. Я могу достать у садовника, что ли. Ты можешь помочь... Чего? Can you help? Ты можешь помочь... Get them back. Вернуть назад. А, вернуть... Все, я понял. Короче, садовник отобрал у них скейтборд, и детям нужно помочь вернуть его обратно. Понял. Пошли. Пошли решать проблему с садовником. Сейчас еще покатаемся на скейт. На самом деле, я бы скейт не отдавал детям, потому что он нужен мне передвигаться по большому городу. Потому что не всегда машины едут в том направлении, в котором мне нужен. Так. Снова товарищ играет в игры. Господи, почему вы постоянно выходите с игры, потом снова заходите в них? Не можете играть и до победного. Мешаете мне тут. Смотри, тут для собак лазейка есть. Спокойненько могу залезть. А, нет, не могу. Угу. Запалили. Дверь закрыта. Мне нужно, короче, достать ключи. Да блин, тут тупык. Тупык. Я перепрыгнул? Да, фух. Я перепрыгнул. Отлично. А он не перепрыгнул. Хо-хо-хо. Дети, спасите мне. Вон у того садовника есть ключи. Мне нужно просто их забрать. Нифига себе, ты шустрый. Мне бы сейчас еще второго. Так, я вот так вот. Вот так вот сделаю. Ха-ха-ха. Стелс здесь прекрасно работает. Единственное, что я теперь не знаю, как обратно из Стелса выйти. Черт. Так, погодь. Давай зайдем в управление и посмотрим. Есть ли Control. Это... Да шо ж такое-то. Control, 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 Control. Где он здесь есть? Прыжок. Вот. Hide, интерфейс. Это не то. Show, help. Левый Shift, левый. Control, Control. Ага. Ну вот. А как обратно-то мне вернуться? Непонятно. Ладно. Мне нужно просто... О, давай на всякий пожарный сохранимся. Мне нужно просто где-то спрятаться. Я так полагаю. Потому что по-другому никак. Извиняюсь. Съел сегодня что-то такое интересное. И это... Как это? Как это правильно сказать? О, нет. Вон они ключи. Вон они ключи. Ключи, ключи, ключи. Ага. Вот. Чудно. Ключи свистнул. То есть мне сейчас стелс помог. Как бы мне теперь выбраться? Спринт не работает. Да хватит уже из игры в игру входить. Ребята. Достали. Честно. Все кнопки сейчас пережму. Подожди. 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 Черт. Мне нужно то, во что я смогу залезть. Почему я вечно открываю? О, а я могу ручку взять? Нет. Не могу. Это печальная печаль. Не может быть. Ну не может, что они не предусмотрели мне обратное возвращение на четыре мои лапы. Не крадущиеся. Я понимаю, что я крадущийся тигр. Очень, очень дерзко выгляжу. О, консольная панель есть. Офигеть, что я тут нашел. Мда. Ладно. Все. До кустиков дойдем. Короче, предлагаю на этом остановиться. В принципе, мы уже много чего прошарили здесь с тобой. Поэтому... О, там кофе лежит. Давай. Я думал, не заползу на эту ступеньку. Короче, сейчас мы залезем в дом внутрь. И будем с тобой закругляться. А что там лежит? А, пончики. Пончики подсвечиваются. Конечно. Пончики я учу издалека. Ага. На эту ступеньку я не залезу. Ну, хватит краситься, пожалуйста. Встань. Встань и иди. Черт, нас чуть не запалили. Чуть не застукали. Так, хорошо. Пойдем до контейнера. О, нифига себе, как ты близко-то. Ё-моё. Я иду до контейнера. Сейчас. Надеюсь, что в нем спрятаться можно. А иначе нафига его там поставили? Давай. Тащи свой пупец. Ну же. Короче. Пока я дойду, я с тобой попрощаться успею. Если тебе понравилась эта игруха, и ты хочешь увидеть больше видео по этой игре, то ты знаешь, что делать. Опускаться вниз под этим видео, ставить лайкос и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Это очень важно, чтобы не пропустить следующих крутых видос. Ну, а на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. А в контейнер, как оказалось, залезть нельзя. Это облом. diceмарикос. Она изгодится. Она изгодится. Она изгодится. Продолжение следует...